привет всем очередное доброе утро в деревне что у нас нового вчера мы еще не снимали целый день ездили за продуктами в райцентр некогда было и теперь покажу что мы докупили что мы сделали вчера купили рассады петунью и вот так по горшкам я рассадила по три растения и немножечко украсили возле дома поставили два горшка вот здесь поставили горшок и сегодня утром наша соседка бабушка валентина алексеевна принесла мне тюльпаны посадить такой подарок сделала сейчас будем сажать тюльпаны надеюсь они потом у меня разрастутся так хромоногий ты накормлен не ори ты накормлен мое солнце моё солнце моё солнышко да это непостижимо уму масян приехал на мотоцикле в лес ну правда это такой стресс для кота оказался в переноске держала его и руку засунула туда гладила его чтобы он поспокойнее себя вел психует он на нас но он шоке что он так быстро очутился в лесу масяк пойдешь гулять когда пошли к черту масянка ну прости пришли прогуляться масян вроде отошел от стресса нормально гуляет я вот тут увидела что скоро ландыш распустятся буквально через несколько дней будут да масик нормально все нормально боевой код да ты у меня боевой код и лапа уже почти не хромает так сейчас сниму вам один увлекательный процесс как пчелы приносят пыльцу и вот сквозь вот эту коробочку с отверстиями им надо пройти чтобы пыльцу занести фулей а мы таким образом ее немножко себе собираем вот Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, Маська? Вот, кстати, лавочка покрашенная. Прибили ему сюда каремат, потому что тот каремат, который я привозила ему на Новый год, дарила, он улетел. Мрау! Профукал ты свой каремат. Видите, лапку? Вот это опухшее место. Оно мягкое прям. Возможно, придется ветеринарку везти. Ну все, спокойной ночи. Завтра будет новый день и будет новая съемка. Косяк! Огромный! Длинный! Обалдеть! Прям над домом! Чудо! Утро доброе, мои хорошие! Следующий день мы собираемся в соседнюю деревню. Люльку уже загрузили под завязку. Там и бензопилу взяли, триммер взяли с собой, бензин, масло и какие-то инструменты. тут вода, термос, бутерброды на перекус, топорик. Ну, в общем, собрались. Я поеду сзади. Снимать не буду, скорее всего. Эту дорогу я вам уже сняла, показала. Не всю, конечно. Там будет еще река, мы будем проезжать. Я обязательно остановлюсь, реку сниму. Огород проверила. Мы вчера еще посадили горох и редиску, вот я забыла сказать. Все прекрасно стоит, кольрабис стоит. Проклюнулся салат в теплице. Так что, может быть, еще перед поездкой салата поем. В общем, а, у Масяна лапа прорвала. Сейчас обработала. В общем, перекись у нас летит на кота. Ну, ничего. Нормально, значит, все будет. Ну, все, отправляемся. Мы сейчас проезжаем деревню Залавачье. Здесь в годы войны был военный аэродром, вот как раз по культурам. И в 16-м году здесь захоронение нашли. Оно сейчас будет как раз вот с левой стороны. Мы присутствовали при раскопках, а потом ездили на захоронение этих бойцов. То есть здесь еще был госпитал. Деревня уже почти заброшена, но все равно люди еще несколько домов живут. В годы пандемии тоже здесь начали строиться. Сейчас будет место раскопок. здесь, в этом доме, останавливался Василий Сталин. вот эта дорожка уходит на озера, а вот эта старосмоленская дорога, под которой ступал Наполеон. местный красивый вор. вор. Вот и река впереди. Сейчас мы остановимся на ней. А, давай. А вот здесь собираются дети, когда начинается вахта памяти, когда раскопки ведутся, вот здесь в лагерь детский ставят. Ну, взрослые там с ними, естественно. И выкатывают бойцов. А, вот так просто проедем потихонечку. Какая речка? Иди сюда речка. Ладно, послание проехали. Терпиха. Скоро наша деревня. Не скоро? Не скоро. Ладно, едем дальше. Приехали мы в конечную нашу точку. это дом бабушки с дедушкой Сашиных. Их уже давно нет в живых. Дом очень долго пустовал. Очень долго. Тут уже и сарай весь покосился, повалился. Ну, в итоге юридически этот дом стал Сашиным в прошлом году. Теперь нам надо здесь... А, не Сашин, а наш, говорит. Ладно. Неважно. В итоге нам надо сейчас ухаживать за ним, косить здесь. Ну, в общем, все покажу, расскажу. Самое важное не сказала. Вот здесь течет река Уща. Вот, прямо здесь, видите, там лавочка, колодец. Тоже все надо будет в порядок приводить. Там была кладка, с которой можно было к реке выходить. Попозже подойдем, посмотрим. Саша, я саду, да? Да, Саша, забыл лямку. О как! Видите, как крыша сделана дощечками? Тут был когда-то огород огромный. Все так лесом заросло. А вот здесь кедры стоят. Это дед сажал. Представляете, они какие уже большие. Два кедра. Чудо! Саша, смородина стоит. Смотри, цветет. Черемуха прям под окном выросла. Ох, как пахнет! Ну, вот это вот убирать однозначно придется. Это яблоня, похоже. Это смородина чудесная. Сколько лет уже. Такой куст огромный. Вся в цвету. И, говорят, была очень крупная. Вот прям с нокоть. Здесь что-то разрослось тоже. То ли малина. Да, лес. Сплошной лес. Где-то тут, Саша рассказывал, у бабушки плантация клубники была. Как все природа забирает, когда нет людей. Кедры стоят. Надо отпилить тут вот яблоньку, чтобы они хорошо росли. Чтобы им место было. Вон там коршун или кто-то кружится. Ладно, пойдем дальше обследовать. Так, где же была вкладочка? Кажется, сюда тропа идет. А может быть и нет. А, очень крутой здесь спуск. Нет. Скорее всего, вот это место подойдет, допустим, лодку ставить. Так, пойдемте дальше искать. Место чудесное. Это самый край деревни. Два дома всего здесь. А вот еще какой-то старый дом. Ничего себе, я думала, здесь больше никого нет. А это уже все, наверное, заброшенный. Ну да. Ладно, сейчас пройдем туда тоже. Далеко тропинка уходит. Звериная, что ли, тропа. Очень тоненькая прям. Не могу найти здесь тоже выход к реке. Что-то я не вижу вообще кладку, даже старую. Надо же думать как. Обалдеть. А, вот выход к реке. Нашла. Нашла. Да, все, кладки хана. Ее уже не существует. Одни столбики остались. Несколько лет назад мы еще как-то на что-то тут вставали, фотографировались. Ну вот. Какая прелесть. Видно, надеюсь, хорошо. Мне сейчас в очках. Ага, видно. Чума. Виды чумовые. Вот в эту красоту меня тянет. От мошек закрылась. Мошку подняли и начали косить. В общем, было решено убрать вот эту всю поросль. Вот эти деревца все от дома убрать. Единственное, что там останется, это смородиновый куст. Вот этот. Вот эту яблоню старую, она уже, ветки отваливаются. Она идет над проводами. Ее тоже надо будет убирать в итоге. В общем, вот эту часть расчищаем. Я сейчас буду уносить ветки в сторону. Вон туда. Ну, в огород бывший. Бывший огород, нынешний лес. Все, понесла. На другом конце участка обнаружила вот такой домик. Не знаю, это баня, наверное, была. Кому она принадлежала, я тоже не знаю. Дом, вот он. Офигеть. Там камни упавшие. Там все разрушено. Там крыша упала. Ой, сейчас. Крыша рухнула. Вот здесь тоже река, что ли. Да, и здесь река. Я ничего не пойму. Она как-то в обход идет, что ли. Ну, это баня. Это не ихняя баня была, точно. Или тут просто заболочено. Нет, вон река. Это, наверное, с того заброшенного дома осталось. Чуть-чуть, короче. Тут тоже смородины полно. Одичавший. Меня крапива сжалит через штаны. У меня уже ноги горят. Надо было что-то поплотнее надевать. В общем, предстоит все вот это вырубить. Когда-нибудь. Это все участок наш. Я вот сейчас у Саши спросила про ту баню, которую я обнаружила. Он сказал, что это наша. Они там... Тут все, говорит, наша. Они там мылись, в той бане, оказывается. И там не река. Там такое заболоченное немножко место. Я так думаю, оно летом подсыхает. Вот. А сейчас оно там заболочено. Ужас. На месте. Так вот оттягиваю пиленные деревья подальше к этому болотцу. Так, теперь я знаю, что там болотце. О, я тут застряла. В ветках. Я туда буду еще дальше теперь утягивать это все. И раз это наша баня, значит, надо еще залезть там поснимать. Рядом сидел. Что ты говоришь? Да дед тут любил сидеть кулить. А я тут рядом сидел. Дым нюхал. Он вкусный был. Дом отошли. Саша говорит, что все здесь было засеяно раньше ячменем и картофелем. Потом на тракторе убирали, да? А ячмень комбайном убирался. А вот это баня. Вот она. Ну вот досюда картошка и была. Вот досюда и была картошка? Охренеть, слушайте. Вон где дом. Представляете? Площадь. Бака нет, сперли. Бак сперли? Нет и бака. Светка разламена. Да, тут все. А, короче, на дрова перепели. А, вон стена все уже трухлявая. На дрова, да, пойдет. С дедом спали. Спали, да? Да. Гости приехали, негде было. Я говорю, там ничего. Никто нас не покусает. Не заходи. Осторожно. Ну, мыши, говорит, отгрызут. Но хана всему. Большая баня была, слушай. Перешли уже на эту сторону дома. Саша возле яблони выпилил. Там наросло много чего-то сорного. Вот сюда сейчас пооттащили. Буду уносить. А Саша начнет тут... Саша, может, эту малину тоже убрать? Да, убрать. Надо, да. Диска какая-то наросла. Ну, вот еще потом предстоит вот эту яблоню пилить. Ей больше 50 лет, да, уже? Да сколько удовольствия. Да, у меня попал пилить. Вот. Настолько старая яблоня. Значит, здесь нужно больше. Вот так. Приступаем. Кедровые веточки спилили снизу. Я уже, естественно, их понюхала. Посмотрите, какая иголка у кедра. Вот она почти во всю мою ладонь. Мягенькая такая. И пахнет, знаете, чем? Вот если понюхать, оторвать от сосны побег, вот эту морковку, которую мы все жуем, вот так вот пахнет кедр. Ой, шикарный прям. Смотрите, какой пучок. Хорошие побеги дал, кстати. Вот были стасканы ветки. Вот куча, там куча. Тут тоже смородина растет. Тут везде смородина растет. И вот я тут уже колею пробила просто. О, до дома. И вдоль этой колеи идет поросль смородины. И вот когда идешь, тупчешь ее, ветками царапаешь. Тут аромат смородины стоит. Вот она. Ах, вкуснота. Ох, прелесть. Ну, в общем, мы, наверное, на сегодня уже закончим. Подустали. Натаскались, напилились. Ну, в общем, с задней стороны дома немножко прокосили. Яблоню пока не трогаем ничего. Отсюда вынесли ветки. Тут обкошено. Малину потом диском надо будет убирать. Здесь все прокошено. Вот эта вот веранда будет однозначно убираться. Вот эта пристройка, она уже покосившаяся. Потом будет сниматься обшивка. Со временем смотреться будем. Будем смотреть, в каком состоянии вообще сам дом. там что-то с крышей уже возле трубы непорядок. В общем, будем смотреть. Если он в таком состоянии, что его нельзя будет реконструировать, значит, он будет снесен просто-напросто и все. Снесен. И что-то здесь другое будет поставлено в таком случае. Ну, а сейчас пьем чай. Сходим, наверное, еще к реке. Полюбуемся. Саша мошку съел. Тенек перегнал. Сейчас чай попьем, да поедем уже. Перекус. Сейчас возьмем бутерброды, чай и побежим к речке, потому что тут мошку подняли, и она не дает спокойно постоять, лезет везде. Хорошо, хоть еще не кусает. Да? Вкусненький чай? Да. Ну, все, пошли. Бутерброд есть. Мы с Сашей с нашей деревни, с горки, почти доплывали сюда на лодке деревянной. Классно, да? Постоять, попить чайку горячего с ароматными травами на берегу рельчика. Да, покажу. А я показывала уже. Ты пока косил, я сходила. Вот и хитрая какая. Вау. Вот там кони послись. Там конюшна стояла. Вон там. Вот да, вот тут вот поле было, это все сейчас заросло. лошади здесь были. Ну, это как для нужд сельхоз. Ну, сельчан, вот, которые здесь живут, они сами сено заготавливали. Надо конь. Поехал там, он где-то приносил, там баранец, картошку привозил, приходил с ним. Брал кто нужно, кому нужно. Короче, все содержали этих лошадей и пользовались. все деревни. Понятно. Шикарно. Будешь еще чай? Давай. Тут им немного чуть налил. Ты не хочешь? Мне чуть-чуть отлей. Все. Это мне. Это мне. Вот. Ой, вот это. Видно течение. Ну, течение удаляет, внутри сюда, чтобы туда идти. Она высокая до сих пор. О, земляника цветет. Угу. Да, скоро земляничка будет. Ухай, май уже земляника. Да, рано. Девина, майя. Что? Поедем? Перекурим и поедем. Вот он, мосток. Мальков я тут снимала. Это я в прошлом году приезжала, да? Да, мы в прошлом году пешком сюда походили. Да, да, мы пешочком здесь были. Ну-ка, есть мальки? Есть, вон они, прыгают. Тигаретки сейчас кинем. Вот они. Мальков там много. Очки просто не видят. Тучки отражаются в воде. Черемуха. Ой, раскладка. Тут солома есть, как в прошлом году, или уплыла? Есть. Меньше, да. Ну, сейчас натянет. Там лягушатник целый. Ну, все, поехали домой. Приехали домой. Изрядно подрастрясли ливер свой. Ой, еле ноги идут. Ой. Идем к пчелам, посмотреть, что они делают без нас. Не хулиганят ли. Саша, им с утра сиропчик наливал. Ужас, как растрясло-то, а. Летают. Сиропа еще надо. Что, сожрали? Да. Ужас, за три часа сожрали. Сейчас будем еще разводить, значит. Идем. Более одуванчиковое, все больше и больше. Сидят и сидят. Идешь, иди. Вот. Раз, два, три. Вот налетело. Четыре, пять. Ты что, Да-да. Что они? Нафиг. Вот сидит. Носом уткнулась. Это обеденный стол такой у них. А, вон Масян вышел. Что там с лапкой? Надо посмотри. Вечер того же дня. Мурло с нами. Мы вышли прогуляться после бани. Подышать черемухой. Тут карьер. Песчаный. Здесь песок брали. Сейчас его затопило водой. Не знаю, просохнет он вообще когда-нибудь или нет. Масян, пошел. Прихрамывает немножко, но ничего, он пошел с нами. Ну, здесь будет лягушатник, скорее всего. Карасей запустить. Карасей? Карасей запустить. В общем, подышим хвойным воздухом и пойдем уже спать. На сегодня хватит с нас. перед ногами, чтобы на ручки взяли. Мурлок, пошли ногами. Пошли ногами. Иди прибавятся. На ручки? Пошли ногами. Просится, чтобы я взяла его на руки. мурлок. Kay